продолжаем делать баннер и это третий урок мы остановились с вами на тексте и вот что здесь у нас не получалось в примере текст социальную сеть сеть идет с новой строчки растягиваем вот так за ползунок наш текст два раза кликом по тексту и делаем с новой строки теперь чтобы самый быстрый способ сделать чтобы он нижний текст ехал также как и верхний просто удаляем также копируем этот вставляем и invert и вуаля у нас текст никуда не уехал смотрим наш образец что у нас там дальше появляется круг градиент так что я сделал дальше не забываем чтобы у нас ползунок в конце анимации потому что мы строим анимацию дальше дальше и дальше берем обычный эллипс зажатым шифтом делаем в середине круг он у нас такого же цвета давайте его сделаем переместим ниже текста чтобы его было не видно так у него есть рамка отключим рамку идем в color градиент берем 10 в углу пипе . наводим сюда берем цвет выбираем радиальный градиент опускаем этот ползунок чтобы был однородным цветом включаем пин включаем снова наш градиент и синий тянем на самый верх так я потянул белый вот таким вот образом дальше у нас белый область растянулся на на весь холст включаем пин тянем ползунок и в трансформ вот здесь ставим 500 таким образом он заполняет весь наш холст и вот что получается дальше у нас градиент заполняет всю область синяя часть градиента кликом пин также перематываем ползунок идем наш градиент а здесь его опускаем до самого низа вот таким вот образом смотрим вот так единственное там у нас то и другой эффект здесь он явно не подходит можем попробовать поставить обычный тут на ваше усмотрение эффекты ставим следующим шагом у нас вот эти слова улетают вниз берем сначала нижний текст также стоим в конце анимации ползунок пин и опускаем вниз один сразу же можем повесить какой интересный эффект так и где-нибудь вот отсюда посмотрите текст падает где-то вот отсюда можно запустить этому тексту эффект также улетает смотрим где-нибудь отсюда вот таким вот образом следующий шаг у нас идет другой текст берем опять текст первое слово у нас идет создай свою давайте немножко увеличим весь текст пока создадим вот здесь он будет сверху у нас падать следующий текст социальную сеть итак я набросал весь текст который был в баннере у меня и давайте приступим к анимации еще раз например посмотрим как у нас там это выглядит вот смотрите он вот так сверху частями выпадает вот давайте это повторим значит создай свою здесь уже я думаю вы без комментариев сможете справиться я сделаю сейчас для двух строчек текста а остальное сделаю без вас потому что думаю здесь уже все понятно чтобы не тратить ваше время итак не забываем ставить ползунок в конце все анимации пин двигаем примерно сюда эффекты здесь все зависит от вашей фантазии можно этот просто ставить или подобрать другой вот как я сейчас сделаю подобным образом сейчас я сделал весь текст а пока поставлю на паузу итак я набросал анимацию и давайте посмотрим как выглядит баннер у нас на этом этапе в браузере здесь есть кое-какие недочеты думаю вам будет полезно знать если вы пока подзабыли видите у нас круг в середине висит он должен быть выключен и рамочка синие здесь у нас у блока видите такая ее нужно тоже выключить а дальше в принципе все вроде нормально находим наш эллипс если мы перемотаем назад посмотрите на шкале времени выделяем эллипс либо в самом начале на нулевой секунде хотя лучше даже делать наверно так ставим на нулевую секунду и если вы забыли нужно его выключить и соответственно его нужно включить когда он появился вот теперь будет все правильно дальше у нас вот у этого блока есть рамка нам она здесь не нужна давайте посмотрим как выглядит теперь это браузере обновляю страницу смотрим все пока нормально здесь немножко с задержкой ну тут можно подвинуть в любой момент да я просто вас учу чтобы вы знали принцип и как это все делается так на этом этапе все нормально осталось совсем чуть-чуть и наш баннер будет готов смотрим на исходник как дальше у нас он работает потом у нас синий цвет идет обратный градиент а потом он начинает становится фиолетовым и буквы исчезают так ставим ползунок на конец анимации включаем пин находим сначала наш эллипс так идем в градиент у нас там сработала значит анимация обратная оставляем пока так так вот видите я уже совершил ошибку я встал не в конце анимации у нас с вами тут уже вон текст идет для этого отменяем действие я оказался не в конце анимации вон у нас уже сколько здесь текст вылазит а я думаю куда буквы делись так вот у нас конец анимации находим наш эллипс пин идем в градиент идем в градиент идем в градиент и синенькую поднимаем наверх смотрим что получилось да единственное мы сейчас уберем другой эффект поставим да здесь короче как бы на ваше усмотрение какой эффект тут будет нормально смотреться оставим пока такой после того как градиент у нас уходит обратно большая часть становится белым у нас все буквы исчезают а потом он заполняется фиолетовым поэтому прямо вот здесь выделяем зажатым шифтом все наши слова и ставим вот здесь вот off здесь тоже off так идем наш эллипс который градиент здесь здесь ставим фиолетовый так он фиолетовым у нас уже уходе становится да ну давайте отменим действие здесь нужно придать анимацию этому действию ставим пин делаем небольшое чтобы это быстро произошло большое расстояние вот так вот фиолетово то есть вот так об двигаем пин и двигаем теперь вот так ползунок и теперь спокойно фиолетовый ползунок опускаем вниз я уже не буду сейчас брать точный цвет просто приблизительно делаю вроде пока у нас все получается давайте посмотрим с этого момента да только давайте отсюда достаточно быстро да можно просто медленно сделан тут опять же на ваше усмотрение вот отсюда идет фиолетовый можно немножко увеличить чтобы она помедлен немножко было вот так оставим ну и и заключительный там у нас штрих у нас идет кнопка смотреть онлайн берем rectangle tool рисуем в середине кнопочку так она у нас красная и есть у нее рамка белая так так ищем где у нас последняя анимация была ставим сразу самый конец так здесь она у нас тут так пишем на ней текст смотреть онлайн идем на панель текст смотрите что еще здесь можно делать так как текст на кнопке здесь подойдет сделать как бы группу объектов то есть у нас текст я беру вот здесь вот смотрите текст я беру вот здесь вот смотрите текст и не просто ниже или выше а навожу прямо на нашу кнопку и отпускаю видите появляется маленькая здесь стрелочка по ней клика она сворачивается разворачивается мы сделали как бы группу объектов то есть у нас текст теперь внутри кнопки теперь давайте ее анимировать она у нас появился середины делаем уже знакомую операцию ставим трансформ вот этот вот на ноль теперь давайте зададим анимацию ставим 100 даем какой-нибудь эффект проверяем давайте bounce поставим вот так вот оставим и дальше она у нас немножко как бы пульсирует это делается таким же образом ставим pin ставим обычный эффект отступаем и вот здесь уставим 90 процентов копируем нашу анимацию вставляем а здесь invert смотрим вот она так немножко двигается теперь вот этот блок анимации целиком копируем и вставляем еще чтобы она она у нас там в примере два раз двигается а потом баннер начинает играть с самого начала вот он у нас появился смотреть онлайн я вас поздравляю мы в принципе закончили баннер по нашему примеру и как вы уже наверное много раз видели в интернете все баннеры проиграв начинают автоматически играть сначала и так до бесконечности то есть все баннеры делают цикличными я в предыдущих уроках говорил уже об этом и сейчас давайте сделаем это на баннере значит у нас конец анимации находится здесь кликаем по триггеру нажимаем playback play и два раза кликаем по stage по сути все писать здесь больше ничего не надо она будет циклична начнет с нулевого кадра закрываем давайте посмотрим еще раз браузере обновляю страницу и посмотрим будет ли он цикличный и заодно проверим на огрехи есть у нас тут какие-то косяки или нет и сейчас начнет он играть сначала видите вот таким вот образом он практически готов остается еще два момента все баннеры созданы лишь для того чтобы привлечь человека и по сути он нужен для того чтобы по нему перешли то есть он должен вести на какой-то у нас адрес я предлагаю сделать его ссылкой то есть вот полностью потому что человек может не дождаться вот этой кнопки смотреть онлайн мы дадим человеку возможность кликнуть в любом месте баннера в любой момент и его перебросит на тот адрес который мы хотим и мы делаем простое действие берем rectangle tool и вот так вот закрываем полностью наш баннер вот внимательно вот так полностью закрываем закрываем полностью холст обращаем внимание важный момент он у меня создался видите где в середине наших всех элементов он должен быть на самом верху то есть он должен перекрывать все его и мы сделаем ссылкой и мы его сделаем прозрачным то есть его видно не будет никому идем в color и за крайний ползунок делаем прозрачность сто процентов обращаем внимание чтобы он у нас был выделен кликаем по нему правой кнопкой мыши и open action плюс здесь делаем либо по клику либо при наведении чтобы человека перебрасывало на адрес сделаем по клику а здесь нас интересует links и есть две кнопки links in nav window открыть сайт ссылку в новом окне или верхнее открыть в том же я буду делать вот link nav в новом окне обращаем внимание вот сюда здесь вам нужно заменить вот это видите здесь адрес adobe.com здесь ничего сложного главное вот так вот его удалите и вставьте сюда свой адрес между кавычек я вставляю сюда свой и закрываем и еще один маленький штрих если вам это будет нужно обратите внимание на мой пример если я навожу на свой баннер мышь в любое место баннера то всплывает title как бы подсказка да это хорошо для seo вот если вы хотите сюда какой-то текст также сюда наложить на этот ректэнгл это делается здесь обращаем ваше внимание и вот здесь вот по кнопочке раскрываем пункт видите вот здесь написано title вот здесь вписывайте любой текст который хотите я для примера и соответственно наш баннер должен при наведении мыши чтобы у нас был пальчик это мы тоже уже проходили вот где авто ставим палец по сути у нас все готово давайте еще раз посмотрим в браузере итак я обновляю страницу и вот смотрим я навожу и видите написано тест то что я прописал обратите внимание куда бы я не навел везде пальчик это у нас ссылка наш ректэнгл мы сделали прозрачно его не видно видите и в новом окне открывается тот сайт который я задал вот таким вот образом на этом я заканчиваю серию уроков по созданию баннера и в следующей четвертой части заключительного урока по баннерам я вам покажу как размещать баннер на сайт под управлением кмс джумну 3 серии увидимся в следующем уроке кмс 9 кмс Субтитры создавал DimaTorzok